Лето. Благодатная пора для детей и подростков. Пора, когда можно вдоволь пообщаться с друзьями, отдохнуть на водоемах, попутешествовать и еще много чем интересным заняться одновременно с этим. Вольным времяпрепровождением ребят ожидают немалой опасности. На дорогах и озерах, в парках и на детских площадках. Чтобы отдых не был омрачен досадными неприятностями, в каждом учебном заведении проводится акция «Безопасные каникулы». Ведь не зря говорят «Предупрежден, значит вооружен». В Брестском государственном колледже транспорта и сервиса к лету своих воспитанников готовят основательно. Данное мероприятие проводим в стенах колледжа. Прежде всего, оно направлено на доведение учащимся колледжа, чтобы соблюдали требования безопасности во время каникул, которые будут непосредственно через месяц каникулы. И, соответственно, данная категория обучаемых, которая привлекается на это мероприятие, будет рассказано, показано по учебным местам, в частности, именно будет акцентировано внимание при соблюдении требований безопасности, при, допустим, пропадании дорожно-транспортной ситуации, при чрезвычайной ситуации, если, допустим, упали, подвернули ногу, как себе оказать помощь. Такие моменты. Плюс, допустим, еще остановимся отдельно на моменте при проведении занятий в стенах колледжа по военно-специальной подготовке, по физической подготовке и при нахождении в столовой. Это тоже самое немаловажное, ну, немаловажные, получается, моменты. Для ряда категорий учащихся мы создаем специальные трудовые лагеря на базе нашего колледжа, то есть в период летних каникул дети будут у нас работать по одной неделе, по графику, со своими мастерами. Также мы создаем одну группу платную от центра занятости, где дети смогут заработать в течение одной недели довольно неплохую сумму в размере своей стипендии, скажем так. Вот. Остальные учащиеся, естественно, будут находиться по месту жительства. Это нахождение связано с рядом рисков. Выви ли случаи травматизма у ваших учащихся, не в этом году, за прошедшую? Микро. Микро-травматизм. Ну, где-то вывих, где-то ушиб. Вот. Но серьезного такого травматизма, слава богу, нет, поскольку мы этому вопросу уделяем довольно большое внимание. В рамках акции «Безопасные каникулы» было определено несколько локаций безопасности на дорогах и в транспорте, правила поведения на воде, оказание первой помощи пострадавшему, а также безопасность в рамках проводимых в колледже мероприятий. Спикерами выступали профильные специалисты, сотрудники ГАИ и ДСААФа, однослужащие Брестского гарнизона, а также сами ребята демонстрировали, как защитить себя в случае нападения. Совет, который они дают, впечатляет. Лучше на самом деле не вступать в драку, просто лучше уже убежать. Я считаю, что мужчина, мужчина, да и вообще люди должны любить себя, любить себя. То есть заботиться о своем здоровье, то есть правильно спать, есть, три раза в неделю тренироваться хотя бы. Это получается забота о себе, потому что при таком режиме вы всегда себя будете хорошо чувствовать. У вас будут гормоны в порядке, будет мотивация к жизни, ну и вообще вы будете довольно ярким человеком. Мастер-классы по оказанию первой помощи заинтересовали ребят. Отметим на многие вопросы, они отвечали весьма разумно, из чего следует вывод, что подобные практики проводятся не первый раз. Я умею оказывать первую медицинскую помощь в любой момент, могу помочь товарищу, любому незнакомцу, если ему станет плохо, и оказать ему первую медицинскую помощь. Я этому научился в военно-патриотическом клубе. Я считаю, что это очень важно, потому что в любой момент человек может пострадать. Сотрудники ГАИ, рассказав в целом о правилах поведения на дорогах, особое внимание обратили на любимые молодежи средства передвижения, такие как велосипед, электросамокаты, гироскутеры. Я узнал, что все электротранспортные средства, скомуты, самокутеры всякие, нужно обязательно сходить перед пешеходным переходом, спешиваться и идти пешком. По советской улице нельзя ездить, потому что там стоят специальные знаки, запрещающие, потому что эта улица является для пешеходов. Инга Якуш, руководитель освода, предостерегла от излишних забав на воде, ведь она вода, как известно, ошибок не прощает. Автоинструктор ДСАФ подчеркнул, что соблюдение правил дорожного движения в 99% гарантирует безопасность. Обучающийся, обучающийся колледжа воспринимает это все дело со стороны практической направленности, то есть в случае чего они будут уже уметь знать, как себя действовать. Самое главное не паниковать, и то, что чему обучают, показывают, они это все воспринимают и, соответственно, делают определенные выводы для себя. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Субтитры создавал DimaTorzok